Гутен абенд! Добрый вечер! Вот пришли с сыном полить дачу. Немножко так прибрались. Но еще не все, конечно. Столько листик хочу вам показать. Это у нас... Ой, черная ягода. Посмотрите, она свистит, собирается. Тут уже листики опадают. А кое-где уже цветет опять. Потом. Посмотрите, у меня розы опять будут свистеть. Вон они. И вот. Все цветет. Роза у меня уже по третьему разу цветет. Вот эта, вот эта. Вот эта отцвела, но это самая молоденькая. Смородина. Это черная смородина. Говорю, черная ягода. Смотрите, она кое-где опять цветет. Что за год такой? Тут вроде бы опадает. Два-три месяца опять от всего у меня цветет. Тут везде кое-что. Поубирали уже. Это тоже черная смородина. Тоже какие, посмотрите. Почки. Вот это красная смородина. Ну, на ней ничего нету. Просто листики опадают. Вот это вот дерево будем полностью выкорчевывать. Ну, краткий обзор вам сделаю. Сколько людей здесь на даче убираются. Все после работы. Это вроде бы дожди обещает. Так-то днем тепло, но рано утром прохладно. Осень. Чувствуется осень. Файга уже начинает у нас. Я не знаю, как она по-русски будет. Это фрукт этот. По-немецки это файга. Уже посмотрите. Начинает чернеть. Крупная. Она очень крупная. Смотрите, какая она с ладошку прям. Морковку уже надо убирать. Но у меня баклажаны эти итальянские дают мне жару. А они, представляете, но они не выводятся. А они без конца цветут. Без конца цветут и без конца плоды на них. Смотрите. Я на той неделе шесть штук сняла. Вот с этих двух. Они опять цветут. Вот везде. Вот, вот, вот. Вот тут. Ой, тут полно. Опять надо снимать. Смотрите. Все надо снимать. А те другие, но эти тоже без конца цветут. Вот они. Тоже без конца. Паприка вот еще осталась. Так уже кое-какой урожай сняли. На будущий год не знаю, что я буду садить. Опять что-нибудь для души посажу. Тоже надо уже снимать. Травка у меня что-то рыжая стала. Такая вся вот желтая. Я ее кое-где уже прорыхлила. Вот тут-то вот. Но надо ехать в магазин, покупать вот эту опять траву. Семена. И с дюнгером вот этим. Дюнгер это, как сказать по-русски, этот. Ну, чтобы не болело, чтобы быстрее росла эта травка. Смотрите, как этот цветок разбух. Такой красивый стал. Большой стал. На будущий год, наверное, здесь что-нибудь другое посажу. В этом году зимой нам будет чем заниматься. Будем менять полностью вот эту вот на террасе крышу. Хотим новую сделать. Потому что у нас, когда у меня 30 октября день рождения, где-то в октябре или в ноябре мы получили эту как раз, как купили эту дачу, уже скоро год будет. Посмотрите, вот за год, если кто видел мои видео, за год что мы здесь уже сделали. Это просто катастрофа. За несколько там месяцев, за несколько месяцев много чего переделали. Считайте, весь дом стоит, весь дом сделали. Полностью крышу будем убирать. Потому что она еще течет. Ну, еще старая, да. Мы еще до нее просто не дошли. Нам надо было быстрее, быстрее. Все делать в домике, да. И вот дом обшивать вот этой вот белой фанерой. Как сказать, не фанерой. Она такая, как железная такая вот. Тут вроде бы все нормально. Вроде бы тут все показывала вам. Все без изменений. Виноград потихоньку кушаем. Вон там и вон черный. Белый есть. В этом году меньше. Но это хорошо. Вот тут у нас стол стоял. Мы его отдали там знакомым. Потом будем ставить здесь другой такой маленький аккуратный столик. Потом. Здесь, если помните, у нас новые доски стояли. Потом новые вот эти фанеры стояли. То, что мы тут все строили, да. Муж все отдал там своему вот ему. Ну, как другу. Все поотдавал ему. Сейчас тут открою. Что мы здесь сделали. Мы здесь освободили место, потому что у мужа еще мотоцикл есть. У нас вот, считайте, раз, два, три машины. Еще и мотоцикл. И вот мы мотоцикл сюда вот как на зиму сделал место, чтобы он здесь стоял. И вот тут, что я хотела сказать. Тут вот мы убираем. Э, как, начали убираться. Дошли, наконец-то, до этого. Вот. Тут муж сложил эти зонтики. А то здесь мало места было. Тут у нас и лопаты, и все, что хочешь, было. Никак не могли пройти сюда. Наконец-то уже все поотдавали. Хотя у нас ничего старого не было. Все новое. Мы раза два пользовались. И все, все тут лежит. Потом будем заниматься вот этим. Все вот тут вот прочищать. Это вот трубы. Все вот это будем прочищать. Тут это я буду делать сама лично. Тут все, веточки все-все буду прочищать. Там у нас дорога идет. Через дорогу опять гардены идут, дачи идут. Это все буду убирать сама. Все прочищать. Люблю работать на даче. Вот так тут все поскладывали. Так, сейчас закрою все. Это машинка праву встреч. Что еще показать? Такое вот. Ну, вроде бы так все я показала. Пока погода стоит. Дожди не зарядили. Надо погрелить. Сейчас у нас в середине октября начинается день рождения. У детей день рождения. У меня в октябре. Мы уже в ноябре. А потом там вайнахты. Рождество в декабре. Тоже потом русское. Январе тоже это Рождество. И у нас вот эти вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Все занято. Пальмочка моя стоит. Полила ее. Будем ее тоже заносить. Вон туда в кладовочку. Она, конечно, большая, такая тяжелая, но никуда не денешься. Будем туда ее заносить, хорошенько укрывать. Потому что там у кое-кого, как нам сказали знакомые, в этом году у них вот эти пальмы, вот такое вот все. Никогда такого не было, чтобы как заморозки были, но все померзло у них. А пальма вот такая вот небольшая, она уже стоит 150 уйров у нас. А у них там большие, там вот за 300, за 400, они вот покупали эти пальмы, две штуки. И то, как им скинули. Ну, считайте, 300 с лишним уйров. 400 уйров это тоже деньги. И вот эти две пальмы, вот они у них вот стояли на террасе. И, говорит, все у них это, все замерзло. Пришлось вот в этом году опять покупать. Ну, буду с вами прощаться. Большое спасибо вам за просмотр. У меня сейчас только много новых подписчиков. Подписывайтесь. Я буду очень рада. Пишите комментарии. Может, что кому интересно. Может, что-то хотите, чтобы я что-нибудь спекла. Что-нибудь сняла. Вот. Буду снимать и печь. Хорошего вам вечера. Всем пока. Пока.